Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова уже несколько лет находится под стражей. Об этом сообщила генеральная прокуратура Узбекистана. Теперь ей предъявлены новые обвинения. Почему Ташкент ранее скрывал информацию о заключении дочери первого президента Узбекистана? Подробности в материале. Светская леди, успешная бизнесвумен, просто красавица и к тому же еще и певица, выступающая под псевдонимом Гугуша. Это Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана. До 2013 года Гульнара Каримова, ко всему прочему владелица медиахолдинга, участвовала в политической жизни и была широко известна в стране. В народе ее считали одной из возможных преемниц президента Каримова. Однако между дочерью и отцом произошел конфликт и с 2014 года Гугуша оказалась под домашним арестом по обвинению в неуплате налогов и незаконном захвате активов. Ее конфликт с отцом – это фактическое подтверждение того, что даже при исламе Каримова власть не всегда была способна консолидировать весь бизнес в своих руках. Ну а тем более, если этот бизнес происходил в рамках президентской семьи, внутри которой уже была серьезная драка между двумя кланами. Теперь Каримовой предъявлены новые обвинения. Следствие полагает, что она вместе с преступной группой завладела чужим имуществом на сумму свыше 300 миллионов долларов. Также выявлена ее недвижимость в 12 различных странах. Кроме того, предположительно, она скрыла на офшорных счетах более 1 миллиарда долларов и 29 миллионов евро, полученных в виде откатов и незаконного лоббирования чужих интересов. Через месяц будет первая годовщина смерти Слава Каримова. И новой власти в лице первого, второго президента Шавката Мерзиеве нужно подтвердить, что либерализация внутренней политической и экономической жизни подтверждается в том числе и признанием официальным дела Гульнара Каримовой и, более того, работой силовых структур по исследованию всей базы недвижимости, всего реала недвижимости и финансовых авуаров, которые удалось Гульнаре Каримовой сконсолидировать назад. Как сообщила генеральная прокуратура Узбекистана, Гульнара Каримова находится в заключении сроком на 5 лет с 2015 года. Обнародование этой информации сейчас, по мнению экспертов, демонстрация ташкентам готовности к либерализации. Это подтверждается и недавним решением властей Узбекистана вернуть в страну международную правозащитную организацию Human Rights Watch. Отсюда зашли. Вот это была первая часть стройки нашей. За событиями в Узбекистане с интересом наблюдают и в соседнем Казахстане. Натянутые отношения между Астаной и Ташкентом заметно стали теплеть с приходом к власти Шавката Мерзиево. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, последний советский мамонт у руля бывшей союзной республики, принявшей ее после распада СССР. У Назарбаева три дочери, они также успешный бизнесвумен, реализуют себя в политике. Старшая дочь Дарига поет. Узбекистан и Казахстан негласно конкурируют за звание центра и гаранта стабильности региона. Ташкент сохранил политическую стабильность и позиции в обеспечении контроля над безопасностью в Центральной Азии после первого президента. Астане еще предстоит пережить свою игру престолов. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok